Очаков ТВ представляет Здравствуйте Здорово У меня дематика такая вопрос сегодня Что такое добро? Что такое добро? Ну да Все разного разговаривают Я о политике разговариваю О войне между Россией и Украиной Давайте поговорим Если хотите Как ты думаешь Россия на ПАП, на Украину Добро совершила или зло? Ну в каких-то моментах зло И в каких-то моментах добро Понимаете, смотря с какой стороны смотреть на это все Если со стороны России смотреть Ну добро вроде как, да Со стороны Украины, конечно, зло А со стороны человеческого Тоже плохо То есть ты осуждаешь свою страну за нападение на Украину Правильно я понимаю? Я не осуждаю ее за нападение на Украину Я осуждаю ее вообще в принципе за войну Нападение на Украину было необходимо Но то, что они напали, в любом случае это плохо Необходимо почему было? Почему? И с чем? Потому что уничтожать русскоязычные общества в этих местах Ну нельзя было этого делать Надо было Украине как-то немножко по-другому это все сделать А ты можешь мне привести примеры Того, каким образом там уничтожалось русскоязычное общество Нападение на Донецк и Луганск Которые считали себя русскими хотя бы Ну допустим вот так вот Кто напал? Украина напала на Донецк и Луганск Как Украина могла на себя от самого напасть? Что ты сейчас говоришь? Ну я тоже самое так себе думаю Думаю, блядь, либо я дурак, либо Украина не очень-очень думает Только не ругался Да, но там люди считали себя русскими И хотели показать то, что они не хотят переворотов И им проще будет лучше с Россией общаться Потому что они русскоязычные И хотят разговаривать по-русскому Их русский менталитет больше к русскому предназначает Может быть из-за этого? А почему ты решил, что люди там так хотели? Ну потому что я с ними общаюсь А, с каким количеством человек ты общался, которые так хотели? Да тысячи, я не знаю Тысячи, может, десять тысяч А, ты десятками тысяч общаешься с людьми, да? Ну, примерно где-то, может быть, общался Я не говорю, общаюсь, я говорю, примерно общался где-то так, да Десять тысяч, да, ты общался? Примерно, да Но там уже побольше людей живет, сто процентов Слушай, но если ты общался с десятью тысячами человек, да? То, во-первых Да, да И тебе нужно как минимум минут пять пообщаться, правильно? Умножь десять тысяч на пять Это будет пятьдесят тысяч минут ты общался Правильно? За пять лет это будет... А прежде, подожди, а прежде, чем найти с Донбасса людей Это еще на десять раз по столько То есть ты, ты что, уже там лет тридцать общаешься? Если ты на прощать рулетку, то да А если я прям общался, то это очень мало времени можно занять А где ты общался? По разным другим, ютубам, рутубам общался Ты по ютубам общался? А как по ютубу можно общаться? Ну, блять, как? Не ругайся матом Ютуб это не средство общения, это не социальная сеть Правда? Да А какая это сеть? А как, можно поговорить по ютубу разве? Ну, когда стримеры пишут разные вопросы Стримеры отвечают, раз так не можно общаться Каким образом ты получал из ютуба общение Где тебе подтверждали, что они хотели отделиться? Да никто не говорит, что хотели отделиться Во-первых, вопрос задали Общался ли я с ними? Да, я общался И что они тебе сказали? Мы же об этом сейчас говорим Большинство говорят Ничего хорошего с Украины у нас не заключало Ничего хорошего, говорят, они бомбили В чем хорошего это, потому что наших детей убивали До того, как Россия к нам пришла В чем хорошего это все было? Слушай, а подожди, подожди, а кто убивал их детей? Можно узнать? И на каком основании? Да, еще до того, как Россия вошла в 1922 году Именно украинские войска воевали с танками против украинских людей Против каких людей? Ваших людей И что, победили? Победили украинские танки против людей? Донбассов? Да Да нет, конечно А как? Подожди, смотри Стоят гражданские люди На них идут танки И они берут и побеждают танки Как тебе это представляешь? Расскажи, как это? Там же, понимаете, не только армия Донецкая и Луганская восстала Сказала, мы не будем взрываться Как понять, армия нету в Донецке В Луганске нету своей армии? Что ты имеешь? А люди, это не армия? По вашему мнению? Военные, которые там были, они не восставали Зачем ты взрываешь? А зачем тебе полицейских убивали? Кто? Я, блядь Тихо, не ругайся матом А чё ты дозаёшь? Не ругайся матом, не ругайся матом По-другому отвечаю Каких полицейских? Кто убивал? Когда? Давай разберём Вы смотрите в интернете? Смотрю, да Я смотрю, ты смотришь, но не понимаешь, о чём там речь Нет, конечно Я стяжёл с дурачом К сожалению, да Ты вообще не понимаешь У тебя ты не соображаешь, что там было, да? Нет, конечно Вы просто сжигали Донбасс людьми Да, украинские танки пошли против людей Донбасса И народ Донбасса, естественно, сдержал эти танки И не дал этим танкам пройти через себя Ну что ты, Мелеша? Как можно быть таким тупым, скажи мне? Вот реально Извини, но ты тупой просто Ну понимаешь, я Ванька А ты типа украинский там Я не знаю, Ванька не Ванька Иван нормальное имя Иван нормальное имя Ну вы просто тоже Вот смотрите, ладно, хорошо А почему Россия вошла в Украину? Ну, начала войну с вами Почему начала? Россия начала войну в 14-м году С захвата Крыма Если что Хорошо, да А почему? Почему? Расскажу тебе в двух словах Если захочешь более подробно расскажу Значит, потому что власть путинская В лице Путина Очень сильно Нет, вы про свою власть Изначально про свою власть объясните Почему в вашей власти такие перевороты? В чем проблема? Подожди, ты мне задал вопрос Почему Россия начала захватывать Украину? Потому что власть Путин, долбоюб Тихо, будешь ругаться матом Там я переключу Потому что ваш Путин такой Я тебе не говорил, какой Путин Я хотел ответить на твой вопрос Почему вошел? Хорошо, давайте, слушай Ты умеешь дослушать мой ответ? Я молчу, молчу, слушаю вас Так вот, Россия вошла в боя, то есть начала захват Украины В связи с тем, что Путин очень сильно испугался Что Майдан в Украине Майдан в Украине приведет к тому, что Украина вступит в ЕС И начнет очень быстро прогрессировать, развиваться И тогда вот такие телепни, как ты Скажут, ты что, Путин? На нас просыпался нефтяной дождь Украинцев ничего нету Они вот вступили в Европу и стали лучше нас жить через пару лет А мы живем в говне И он, лучший способ отмазаться от своего народа Это начать вот эту войну, понимаешь? И из вас делать дурачков Он успешно это сделал, понимаешь? Так Украина не может торговать нефтью У нее нет нефти Так я про это и говорю А у вас есть И живете вы в говне почему-то Это вам так кажется Сейчас вы живете в говне Подожди, подожди, а ты не в говне живешь, ты хочешь сказать? Нет, я на четвертом этаже От говна я очень далековато, если честно Слушай, но ты в каком городе живешь? Адыгеев Адыгеев Ну смотри, ты живешь в какой-нибудь бабушкиной там маленькой хрущевке, понимаешь? Которая тебе досталась от бабушки Ты нигде никогда в мире Нигде никуда не ездил и не поедешь, понимаешь? Никогда не путешествовал Ты нищий человек И ты считаешь, что ты живешь не в говне Ну извини, но это так Я с вами завожусь Я не с Эдгеев сам Я с Якутией Я проехал Ростов Я проехал Воронеж Москву Питер Краснодар Волгоград Я попутешествовать успел Ты за границей был хоть раз Хоть в какой-то стране А мне нахуй Не ругайся матом Зачем мне вот эти говно-секи нужны? Вы что? Вы о чем? Я еще Россию всю не объехал Зачем мне ехать за другие территории? Подожди, подожди То есть ты считаешь, что если ты поедешь, например, смотреть Архитектуру Парижа, Лувр, да? То там тебя злые говно-секи сожрут Или совратят, да? Не исключено Не хочу вас оскорбить Слушай, я скажу, что ты Тихо, тихо, тихо Не ругайся, не ругайся Это неподвижное слово, успокойтесь Это литература на русское слово Хорошо, но оно оскорбительное Смотри Ты сам, подожди, я понимаю Ты из какого города, скажи мне? Я сам, откуда я родился? Ну, где ты больше всего прожил в своей жизни Или сейчас, где живешь? Город Якуцк Город Якуцк Сахар-Сирей-Республика Город какой? Город Якуцк А, Якуцк Слушай, а есть в Якутске гей-клубы? Нет, нет такого У нас это могут А давай посмотрим А давай посмотрим Не, ну какие-то закрытые клубы Можете есть Ну, открытых нету Как это понять, открытых? Они что, на замок закрыты, что ли? А есть официальные, а есть официальные, которые открытые, которые на пафос показаны И там в каждой стране есть У нас нет такого там Потому что за это могут убить О, гей-клуб Якуцк Смотрите, если в Украине, допустим, в России О, смотри, гей-клубы Якуцк Потому что там могут убить просто Потому что там нет даже закрытых Гей-клубы Якуцка Гей-знакомства в Якутске Вон, пожалуйста Да, по интернету можете хоть что угодно себе на голове придумать Точка, точка, ру Гей-френдли дейтинг фильтр Якуцк Можете познакомиться с кем-то, с геем В Якутске Так почему же вы не боитесь поехать в Париж, чтобы там, не дай бог, кто-то не окажется геем Потому что у нас в Якутске, если поймать такого человека, его забьют до смерти А у вас тут законом запрещено, разве быть геем? Конечно Не то, что законом У нас человеческие это запрещено Как понять человеческие? Быть посеком и чпокать другого мужика, это неправильно по жизни Ну это, по-моему, ски просто неправильно Слушай, смотри, сколько у вас геев в стране, как ты думаешь? Как ты думаешь, сколько у вас геев в стране? У вас в стране в России сколько геев? Пару лямов, наверное. Пару лямов. Смотри, я тебе сейчас открою маленький секрет, что геев в любой стране, в любом обществе, в любом городе примерно одинаковое количество процентов от населения. Их примерно 11-12%. Понимаешь? Так вот, если посчитать, то есть 240 миллионов, например, 70% это мужчины, да? То есть 70 миллионов. Это значит, что у вас где-то 80 миллионов. Пускай возьмем 157 миллионов, разделим пополам. Сколько это будет? Ну я взял 140, разделил пополам, ну какая разница? Вы пытаетесь 70 человек выделить чуть ли не 24 миллиона. Почему 24? Хорошо, 150 миллионов. Давай 150 пополам. Пополам будет 75. Ну подожди, подожди, не говори. Из 100% получается 15 миллионов мужчиников. У вас, да, совершенно верно. Да, а где вы можете догадать? Вы их лично видели? Или вы только в интернете это увидели? Не-не, смотри, я же тебе готов ответить. Не гори. Где у вас 15 миллионов на площади? Да, я же тебе готов ответить. Что ты горишь? Да я не говорю. Нет, ты задал мне вопрос. Помолчи и послушай, что я тебе ответил. Так вот, я тебе рассказываю. Значит, я сам по первому образованию биолог, но это неважно. Любой человек может взять и прочитать статистику. Если ты просто зайдешь и посмотришь, сколько людей, не говори одновременно со мной. Не говори одновременно со мной. Если ты просто зайдешь и дашь, например, в Google запрос, какой процент мужского населения является геями. И тебе выйдет примерно по разным подсчетам. 10, 11, 12 процентов, 13. Ну, как считают. Ну, давай возьмем пускай 11 или 12. Как тебе больше нравится? Так вот, в любом обществе, в любой стране у вас есть 12 процентов геев. У вас в стране, не говори одновременно со мной, у вас в стране есть 12 процентов геев. Понимаешь? И если ты их не видишь, то это только потому, что они боятся высунуться, потому что знают, что если гей покажет каким-то образом, что он гей, да, в общественном месте, он может получить по морде и так далее. То есть ваши люди начнут нарушать закон, хотя закона против геев нет. Знаешь, в Советском Союзе за мужеложество, так называемое, да, сажали в тюрьму. И как-то пытались даже лечить. Подожди, я же не закончил. Пытались лечить и так далее. А у вас в стране этого нет. Как ты думаешь, почему у вас в стране нет наказания за то, что человек гейм, а ты так против них настроен? Почему? Тогда скажите мне, почему ты себя лично не выказываешь? Не называй этим именем. Зачем ты так называешь? Называй их геями. Называй их геями. Называй их. Называй их. Можешь их называть гомосексуалами. Можешь называть их геями. А ты употребляешь грязное слово, за которое Ютуб не пропускает ролик. Понимаешь? А я что, потом буду тебя запикивать? Нафига мне это надо? Я-то ради Бога. Слушай, для моих ушей я-то стерплю. Но потом я не хочу сидеть запикивать тебя. Понимаешь? Мудака. Поэтому не надо употреблять эти грязные слова. Хорошо? Я говорю, не употребляй эти грязные слова, потому что я потом буду их сидеть запикивать. Понимаешь? Ты когда употребляешь эти слова, у тебя выключаются звуки, а тебя не слышу. Извини, чувак. Ты губами шлепаешь, блин. Зачем ты шлепаешь губами, я не понимаю. Ты шлепаешь сейчас губами. Ты будешь еще употреблять эти грязные слова? Скажи, да или нет. Что еще раз говори? А, так ты сам с собой сейчас разговариваешь как раз. Молодец, чувак. Ты не собирался, но поговорил. Вот ты и являешься тем самым, который ты слово произнес, наверное, раз в 20. Понимаешь? Вот ты и есть этот человек. С позволения сказать, ты человек. А геи или гомосексуалы – это нормальные люди, которые занимаются тем, чем они хотят. И тебя это не должно вообще парить. А вот ты и такие, как ты, и являетесь вот теми самыми, теми самыми, имя которых он произнес раз, ну, 20 произнес, ну, из них большинство он шлепал губами, но по губам-то видно, что он говорит. Зачастую. Гомофобия, блин, страшное дело, что в России. Это ужасно, понимаете? Гомофобия – это частный случай стенофобии. То есть то, что человек не понимает, то, что его там в натуре по той или иной причине чуждо, его это бесит, его это пугает. Он готов это убивать, он готов с этим там драться. Но в результате чего это образуется, ксенофобия в России? Только в результате пропаганды. Помните, в 90-е годы, ну, до 90-х там Советский Союз туда-сюда, да, считалось там гомосексуалы, там даже, я же говорю, статья была. Потом пытались, по-моему, лечить там типа в психушках и так далее. Потом, наконец-то, в 90-е годы, ну, цивилизация дошла до развалившегося Советского Союза и спокойно начали относиться к сексуальным предпочтениям, которые отличаются от принятых большинством. Что абсолютно нормально. Что там делают два человека, неважно, какого они пола, за дверьми, если это не делается всё добровольно с двух сторон, да ради бога. Пускай делают. Вот это, это, как, я не знаю, сколько лет потребуется вот этой дикой, дикой, мерзкой стране, с мерзким вот этим обществом, чтобы прийти в себя снова. Чтобы оглянуться вокруг и посмотреть, что мир, это не вот тот вот кусок дерьма, в котором они барахтаются. Вы всё слышали, друзья. Не забываем ставить комментарии и так далее. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»